Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В одном из своих недавних интервью Анатолий Дуарович Юнинский рассказал о подготовке к проекту в Объединенных Арабских Эмиратах, в том числе упомянул об испытаниях Юникара в термокамере. Мы получили огромное количество просьб ответить на многочисленные вопросы по этой теме. И самым лучшим специалистом, который нам это все объяснит, является конструктор КБ Компоновка Иван Романенко. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Расскажите, насколько важны эти испытания и, ну, в общем-то, разница в температурах не настолько же велика. В Беларуси, ну, скажем так, примерно летом плюс-минус 20-25, в Эмиратах, ну, допустим, 50, возможно, до 60, 40 градусов разницы примерно. Насколько это существенно? Ну, нам необходимо данное испытание было провести, чтобы определить, как сказать, работоспособность нашей машины именно в условиях тропического климата. Это плюс 60 градусов, максимальная предельная температура, а также условия повышенной влажности. А достаточно ли 60 градусов? Ведь, мне кажется, на солнце может разогреваться и до более высоких температур металл, пластик, стекло. Да, ну, данные испытания тоже проводились. Мы повышали температуру до 70 градусов. А скажите, а для каких узлов и систем это наиболее критичным является повышение температуры? Ну, в первую очередь, это система микроклимата очень важна, система охлаждения наша. Также немаловажно это интерьер, чтобы у нас, например, если транспорт у нас сохранение без гаражное, на улице висит, и чтобы не перегревался интерьер. Хорошо, а расскажите, пожалуйста, поподробнее, если можно какие-то цифры получить. Мы, получается, испытывали в термокамере при температуре до 60 градусов систему микроклимата, и мы смотрели тот показатель, когда мы выйдем на режим, когда в салоне уже будет комфортно. Это температура 20-22 градусов. И буквально менее чем за полчаса, там 25-28 минут, мы выходили на рабочее состояние, что мы можем транспорт уже поставить на линию, и там уже будут условия приемлемы для нахождения 20-22. По требованиям, которые необходимы были для транспорта, нам необходимо было, чтобы в салоне было 23 градуса при 48 наружных. Здесь уже были жесткие условия, и мы их легко выполнили. Также при 60-ти повышении температуры стабильно мы могли удерживать, без ограничений по времени, там сутки, двое суток, чтобы в салоне было стабильно 20-23 градуса. Также немаловажна была необходимость машины в том плане двигателей, чтобы они не пригревались, за это отвечалось тем охлаждением, тоже без проблем мы справились, тоже с большим запасом. У нас до 120 градусов моторы не нагревались. В той циклике нагрузок, которые реально приближены к реальному слою. Как будто мы едем, один двигатель нас нагружал, другой как бы выполнял функцию генератора. И также были испытания гидростанции, испытания всего оборудования, которое в интерьере, которое очень чувствительное к повышению температуры. Это мультимедиа, а также компьютеры, ИСУ, это техническое зрение, внутренние салонные камеры. ИСУ, это интеллектуальная система управления. Вы, пожалуйста, расшифровываете, у нас не все знатоки такие, как вы. Ну и вот все эти системы, они в условиях повышенной температуры, они показали свою роботоспособность. Температура, понятно. Скажите, а влажность повышенная учитывалась ли? Да, да. Это у нас была влажность стопроцентная при температуре 35 градусов. Даже бывало, там, повышалась до 38 градусов. То есть вы имитировали реальные условия, которые существуют в тропическом климате? Да, да, климат. И все данные после влажности были проверены, все системы, все функционирует без боя. Ну и все. И что, никаких проблем не было выявлено вообще? К нашему счастью, да. Все отлично. Вопрос такой. После таких экстремальных испытаний, после того, как Юникар прибыл обратно в цех сборочный, проводились ли какие-то проверки? Может быть, это на нем сказалось как-то пагубно? Допустим, во время испытаний он показался хорошо, а потом, вернувшись, вы же знаете. Может, там где-то излишний конденсат, излишние проблемы какие-то при перепаде температур. Проверялось ли что-нибудь? Ну, после приезда к нам в СКТБ, наш Юникар, когда вернулся домой, то были все проверены системы функционирования дверей, компьютеров, двигатели запускались, микроклимат тоже, система охлаждения. Все исправно. Спасибо большое, Иван, за ваши пояснения. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда, возможно, к вам будет относиться песня «Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь». Строй Skyway, спасай планету! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!